Шалам, друзья! Пришло время для традиционной итоговой передачи Карпункт канала Стмеги ТВ и в студии я, Дмитрий Мурзин. На этой неделе мы отобрали для вас ряд событий, которые заслуживают внимания. Также мы нашли наиболее заметные реплики и комментарии к ним. Вам остается сделать на основе этой подборки новостей свои выводы. На этой неделе армия обороны Израиля продолжила проводить рейды по нейтрализации военной инфраструктуры Хамас в секторе Газа. Также были проведены антитеррористические рейды в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Обыски, допросы и аресты осуществляются в Калькилии, в поселке Дура, расположенном к юг-западу от Хеврона, в самом городе и на прилегающих территориях. Израильские вооруженные силы полностью контролируют коридор Филадельфии, важный маршрут контрабанды оружия через границу с Египтом. Также ЦАХАЛ удалось продвинуться к достижению одной из целей операции — ликвидации представителей руководства Хамас. В результате удара беспилотника израильских ВВС был ликвидирован ключевой специалист по производству боеприпасов и командир нескольких групп по производству оружия. Кроме того, как сообщила армейская пресс-служба, уничтоженный военный принимал участие в проекте про разработки стратегических боеприпасов для палестинской группировки. Также в результате авиадара израильского беспилотника на юге сектора ГАЗа ликвидирован представитель Хамас, участвовавший в контрабанде оружия через туннели, проложенные под пограничным переходом в Рафах и ведущие в сторону Египта. Еще одним ударом с воздуха уничтожена ракетная площадка в городе Рафах. В арабских СМИ прошел ряд сообщений об уничтожении в районе лагеря Нусеррат в центре сектора ГАЗа группы из восьми боевиков Хамаса. Врачи без границ прокомментировали сообщение о ликвидации полевого командира исламского джихада Фади Аль-Аудия. Как заявили в организации, врач входил в состав гуманитарной миссии и был убит по пути на работу. На это заявление отреагировал Цахал, порекомендовав врачам без границ проверять своих сотрудников при найме. Фади Аль-Аудия – отъявленный террорист исламского джихада. Налицо еще один пример использования террористами гуманитарных организаций в качестве прикрытия. Пресс-служба Цахала сообщила, что силы 162-й дивизии продолжают действия в Рафахе. Недавно бойцы 401-й бронетаковой бригады провели рейд и уничтожили базу Хамас, которая использовалась в качестве тренировочного лагеря. Во время рейда обнаружено офис командира одного из батальонов палестинской группировки – склады оружия и туннели, которые сейчас исследуются и уничтожаются. В этом же районе бойцы атаковали очередные объекты, где находились склады с военным имуществом, которые использовались для нападения на израильские силы. Пресс-служба армии Израиля также сообщила о продвижении бригады Гевати в Рафахе, бойцы которой уничтожали силы противника и проводили рейды на различные военные цели. В целом, по сообщению Цахал, израильская армия одержала победу над половиной батальонов Хамас в Рафахе, уничтожив по меньшей мере 550 бойцов радикального движения и разрушив около 200 тоннельных шахт. Ожидается, что в течение двух недель армия возьмет полный контроль над городом, при этом финальные бои с оставшимися двумя батальонами палестинской группировки уже начались в районах Тель-Аль-Султан и восточной части Шабуры. Но, несмотря на успехи, многие боевые подразделения Хамас смогли уйти в Хан-Юнис. Правительство Ирака одобрило перенос оперативной базы палестинского движения Хамас и переезд его политических лидеров из Катары в Ирак, сообщает портал National News со ссылкой на иракских дипломатов. Переезд обсудили глава Хамас Исмаил Хания и премьер-министр Ирака Мухаммед Шия Аль-Судани еще в мае, уточняют источники портала. Они объяснили решение усилением давления на группировку со стороны Катара и США из-за тупика в переговорах о прекращении огня в секторе газа. По словам одного из дипломатов, в правительстве Ирака нет консенсуса по поводу переезда, однако из-за этого власти не отменят решение. Другой иракский депутат отметил, что дата переезда пока неизвестна, однако Хамас в июне открыл в Багдаде политическое представительство, а вскоре планирует открытие медиа-офис. Предыдущее и пока единственное перемирие между Израилем и Хамас продлилось 7 дней, с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. За это время было освобождено около сотни израильских заложников. Переговоры о новом перемирии длятся уже несколько месяцев при посредничестве США, Египта и Катара, однако стороны не могут согласовать условия. Сообщение о эвакуации прозвучало на фоне новостей о том, что в результате израильского айдара по лагерю Шатии в городе Газа погибли 13 человек, включая и одну из сестер главы палестинской группировки. Весной во время операции Израиля в Газе были также реквидированы трое его сыновей, входивших в боевое крыло Хамас, а также четыре внука. Расширенная коллегия из девяти судей Высокого суда справедливости распорядилась о полном призыве ультраортодоксов в армию обороны Израиля и замораживании всех средств для учреждений, которые не выполняют это требование. Согласно вердикту суда, правительство Израиля в этом вопросе должно действовать в полном соответствии с законом об армейской службе от 1986 года. Поэтому больше не имеет права перечислять ультраортодоксальным учебным заведением дотации за студентов, не получивших отсрочку или освобождение от прохождения воинской службы. При этом Высокий суд не пояснил, как обеспечить соблюдение закона в соответствии с новым постановлением и какое количество студентов, ешив, необходимо призвать в армию. По предварительным оценкам, под действие закона о призыве попадают примерно 67 тысяч молодых ультраортодоксов. На фоне продолжающейся войны с Хамас, которая унесла жизни около полутора тысяч израильтян, судьи были удивлены тем, что ультраортодоксы все еще считают обязательную службу в армии угнетением. Когда один из их представителей на слушаниях заявил, что учащиеся ешив предпочли бы умереть, чем быть призванными, это только укрепило решимость судьи в принятии решения об их призыве. Правящая партия Ликутер скритиковала постановление Высокого суда, назвав его странным и недальновидным в контексте готовящегося ко второму и третьему чтению в парламентской комиссии по иностранным делам и обороне нового исторического закона о воинском призыве. Лидер ультраортодоксальной партии ШАС Арье-де-Ри также категорически не согласен с решением суда. По его мнению, никакая сила в мире не может помешать еврейскому народу изучать Тору, а изучение святых источников на постоянной основе не менее важное и необходимое, чем ратный подвиг военнослужащих в секторе ГАЗа и на Севере. Студенты ешив – это те, кто сохраняет нашу особую силу и творит чудеса в военной кампании. Еврейский народ пережил гонения, погромы и войны только благодаря сохранению своей уникальности, Тори и заповедям. Это наше секретное оружие против всех врагов, как завещал Творец. Лидеры оппозиции решения высокого суда приветствуют и называют его долгожданным и своевременным. Яйр Лапид призвал правительство немедленно начать массовую мобилизацию студентов ешив. Тора не является оправданием для уклонения, а Талмуд не является оправданием для отказа. С сегодняшнего дня те, кто не поступит на военную службу, не получат от государства ни копейки. Студенты калелей, избежавшие мобилизации, больше не получат стипендий. С сегодняшнего утра призыв ультраортодоксов является законом. Несоблюдение этого закона станет предательством солдат Сахала срочной службы и резервистов. Каир отклонил новое предложение Израиля, позволяющее раненым и больным палестинцам покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафа для получения медицинской помощи за границей. Кроме того, Египет проинформировал заинтересованные стороны о своей готовности доставить всю необходимую помощь для лечения раненых палестинцев через КПП в сектор Газа. До этого израильские военные сообщили, что раненым палестинцам позволят ехать на территорию Египта для дальнейшего получения помощи за границей. При этом желающие пересечь границу должны были пройти обязательную идентификацию личности и соответствующие проверки для обеспечения безопасности. Египет отказывается сотрудничать с Израилем по любым вопросам, связанных с контрольно-пропускным пунктом Рафа, после того, как израильские военные захватили его в мае 2024 года. Тогда же египетские власти заявили о приостановке подвоза гуманитарной помощи беженцам и необходимости возвращения КПП под палестинское управление. В то же время Управление по координации действий правительства Израиля на контролируемых территориях обвинило Всемирную продовольственную программу ООН в удержании на складах уже доставленного сектор газопродовольствия и других гуманитарных грузов. На странице управления в сети ИКС опубликовали фото одного из складов, полного нераспечатанных палет с гуманитарными грузами и снабдили его комментарием. Какое оправдание у Всемирной продовольственной программы будет теперь? Все это продовольствие ждет в зоне разгрузки возле комплекса плавучих пирсов. Нет опасений в сфере безопасности. Есть только недостаток мотивации. Прекратите искать отговорки и начните играть роль гуманитарной продовольственной организации и главы логистического комплекса. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньях в интервью 14-му каналу заявил, что основные наземные операции в Рафахе завершены. В следующем месяце планируется вывести 162-ю дивизию из города, после чего перейти к третьему этапу войны, который включает регулярные рейды в сектор для подавления очагов сопротивления. Это было первое продолжительное общение премьера с представителями СМИ с момента начала боевых действий в Газе. Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся. Однако Цахал продолжит операции и наносить удары. Мы не сдадимся. Мы бьем по ним со всей военной мощью. Премьер добавил, что даже в случае снижения интенсивности боев Израиль не остановит войну и будет добиваться уничтожения Хамас. Если мы достигнем соглашения по урегулированию ситуации на границе с Ливаном, то оно будет только на наших условиях, как и на границе с сектором газа. Мы заключим соглашение по освобождению заложников из Анклава и выполним задачу по уничтожению Хамас. Я готов заключить частичную сделку, но мы обязаны возобновить боевые действия после прекращения огня. И от этого я не откажусь. Нетаньяху добавил, что острой необходимости в полномасштабной войне против Хезбаллы нет, но если дипломатические усилия не приведут к прекращению обстрелов территории еврейского государства, то Израиль готов вступить в войну с шиитской группировкой на территории Ливана. Если будет соглашение по урегулированию ситуации на севере, оно будет только на наших условиях, как и на юге. Но мы справимся и с этой задачей, если понадобится. Мы можем сражаться на нескольких фронтах, мы к этому готовы. Израильский лидер также сообщил, что Израиль намерен создать на территории сектора газа гражданскую администрацию с участием представителей местных кланов. Прежде всего нам необходимо ликвидировать Хамас. Я не вижу никакой другой силы, кроме армии обороны Израиля, которая может искоренить терроризм. Военный контроль в секторе по-прежнему останется в руках Цахал. В конечном итоге нам придется сделать две вещи – очистить сектор газа от военных и создать в Газе правительство под управлением умеренных стран региона. На обещание израильского лидера в любом случае уничтожить Хамас отреагировали лидеры палестинской вооруженной организации, опубликовав заявление в официальном телеграм-канале. Позиция главы израильского правительства, подтверждающая его стремление продолжать войну на истребление в секторе Газа и возобновить ее после освобождения заложников, свидетельствует о том, что Нетаньяху не принимает последнюю резолюцию СБ ООН по Газе. Представители Хамаса уточнили, что любое соглашение о перемирии в Газе должно включать в себя гарантии постоянного прекращения огня и полного вывода израильских военных из Газа. Только так можно помешать Нетаньяху уклониться от выполнения взятых на себя обязательств и продолжить агрессию против палестинского народа. Советник вице-президент США по вопросам нацбезопасности Филипп Гордон на конференции в Герцлии заявил, что за последние восемь месяцев американо-израильское партнерство подверглось самому тяжелому испытанию. Израиль сталкивается с растущей международной критикой и давлением со стороны организации, объединенных наций и других международных организаций. Значительная часть американской общественности выступила против войны в Газе. В результате за последние восемь с половиной месяцев американо-израильское партнерство подверглось, пожалуй, такому испытанию, какого еще никогда не было. Это было чрезвычайно трудное время для всех. Но мне нет необходимости напоминать всем присутствующим. Американо-израильское партнерство всегда сталкивалось с трудностями. В нашей общей истории было много трудностей и даже кризисов, и мы пережили их все вместе. Филипп Гордон заявил, что позиция США неизменна. Пусть к более обнадеживающему будущему начинается соглашение, заключенного президентом Байденом 31 мая на основе предложения Израиля. Это предложение дает возможность положить конец войне в Газе таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были возвращены, а Хамас больше не управлял газой. Советник по вопросам нацбезопасности также уточнил, что несмотря на противодействие в отношении предложенной президентом США сделки в самом Израиле, она призвана обеспечить обнадеживающее будущее для еврейского государства. Отказ от этой сделки не привел бы к какой-то неопределенной версии полной победы, но привел бы к бесконечному конфликту, истощающему ресурсы Израиля, способствующему его глобальной изоляции и препятствующему воссоединению заложников со своими семьями. Мы сплотили мир, чтобы поддержать соглашение о перемирии. Совет безопасности, он принял резолюцию, одобряющую это предложение. Все страны Большой Семерки поддержали его, как и многие страны Ближнего Востока и 16 стран, граждане которых все еще находятся в заложниках в газе. Официальный представитель вице-президент США указал и на ответственность Хамас в реализации предложенной сделки. Хотя мы и разочарованы тем, что Хамас так долго не реагировал и предложил дополнительные поправки, выходящие за рамки его первоначальной позиции, мы будем продолжать неустанно работать над достижением этого соглашения и устранением пробелов. И мы благодарны Катару и Египту за их усилия помочь в этом. Филипп Гордон также уточнил, какой результат принесет сделка для Израиля. Полное осуществление этого соглашения значительно увеличит возможность обеспечения спокойствия вдоль северной границы Израиля с Ливаном. Это позволит десяткам тысяч израильтян вернуться в свои дома. Прекращение огня и сделка с заложниками окажут давление на Хезболу, чтобы она прекратила свои безрассудные трансграничные нападения. Устойчивое прекращение огня в Гази снизит риск нападения хуситов на корабли в Красном море. Возможно, самое важное, что прекращение войны в Гази позволит Израилю заключить потенциальное историческое соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией и со всем мусульманским миром. Это позволило бы Израилю стать частью региональной сети безопасности при поддержке Соединенных Штатов для противодействия угрозе, исходящей от Ирана. Кроме того, советник вице-президента по национальной безопасности однозначно предостерег Израиль от надежды на устойчивое решение проблем с помощью войны, приведя в пример провалы армии США в Ираке и Афганистане. Реальность такова, что невозможно добиться окончательного поражения Хамас без надежной альтернативы управлению и безопасности в Гази. Как мы в Соединенных Штатах на собственном Горьком, опыте убедились на примере Ирака и Афганистана. Вооруженные подразделения Хезбаллы выпустили противотанковую ракету по израильскому городу Метула на границе с Ливаном, ранив двух человек. Оба раненых являются членами местной группы безопасности, выполняющей роль резервистов во время военных действий. За последнее время Хезбалла совершила не менее 18 атак с использованием дронов, ракет и противотанковых ракет, а с 8 октября, когда Хезбалла присоединилась к войне на стороне Хамаса, атаки на север Израиля совершались практически ежедневно. Всего группировка выпустила более 5000 ракет класса «Земля-Земля», противотанковых ракет и беспилотников-смертников по израильским приграничным территориям. Эти удары вызвали значительное разрушение гражданской военной инфраструктуры. Тысячи израильских граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся ударов со стороны Ливана. В ответ на атаку израильские военные самолеты нанесли удары по инфраструктуре Хезбаллы в Южном Ливане. Цахал сообщил, что цели включали военные здания и другие объекты. Кроме того, израильские ВВС ликвидировали ответственного за поставки оружия для движения Хамас, а также других вооруженных организаций в Ливане. По данным Цахал, уничтоженный представитель палестинской группировки был ключевым террористическим деятелем в регионе. В ходе продолжающегося конфликта на северной границе Израиля погибло 10 гражданских лиц и 15 солдат Цахала. В свою очередь Хезбалла заявила о гибели 349 своих боевиков в основном на территории Ливана и некоторых в Сирии. В то же время военные Израиля не перестают убеждать в готовности к войне. В США министр обороны Йоав Галланд во время своего визита в Вашингтон заявил, «Израиль не хочет войны, но может вернуть Ливан в каменный век». В США министр обороны провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства США, в том числе с министром иностранных дел Энтони Бринкеном, министром обороны Ллойдом Остином, советником по национальной безопасности Джейком Саллиманом, посредником в переговорах между Израилем и Ливаном Амосом Хохштейном и другими представителями Белого дома в Газдепе и Конгрессе. На встречах в Вашингтоне обсуждал взрывоопасность ситуации на северной границе Израиля, а также подготовка к началу боевых действий. Отдельно оговаривалась необходимость в поставках Израилю американского оружия. Израиль все еще пытается достичь соглашения с Ливаном, которое позволит жителям израильского севера спустя 8 месяцев войны вернуться в свои дома. Но политический и военный эстаблишмент страны готовится к войне. В связи с этим проводится переброска на север страны дополнительных армейских сил из сектора газа. С завершением широкомасштабной миссии армии обороны в Рафахе Сахал получит возможность для переброски освободившихся соединений на север. Командование Северного округа уже приступило к подготовке личного состава к возможной операции в Ливане. Госдепартамент США выпустил заявление, в котором посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан, а тем, кто сейчас пребывает в ближневосточном государстве, поскорее оттуда уехать. Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Своих граждан из Ливана эвакуируют Канада и Нидерланды. Срочно покинуть Ливан призвала своих граждан и Германия. Взаимные обмены ударами между Хизбалой и армией обороны Израиля происходят на фоне сообщения, что командующий Северным военным округом Сахал Арий Гордин и глава оперативного управления генштаба Аден Басюк уже утвердили право наступления на территории Ливана. Дополнительный накал в обстановку вокруг возможного военного столкновения между шиитской группировкой и Израилем добавил в своем видеообращении лидер Хизбаллы Хасан Насрала. Он предупредил, что на данный момент Хизбалла использует лишь часть арсенала при обмене ударами с Тель-Авивом и бережет новые образцы вооружений для более серьезных столкновений с Израилем в крупномасштабной войне. Если на Ливан будет навязана всеобъемлющая война, сопротивление будет сражаться без ограничений и правил. Мы готовы атаковать любую часть страны и цели в Средиземном море в случае расширения конфликта. Мы не будем связывать себя какими-либо правилами игры. В такой ситуации нельзя исключать вторжение наших сил на север Израиля. Штурм Галилей может стать одним из вариантов. По разным оценкам в арсенале Хазбаллы насчитывается свыше 150 тысяч ракет, включая баллистические ракеты из Ирана, которые могут достичь практически любой части Израиля, а также статы из хорошо подготовленных солдат. Почти в это же время лидер Хазбаллы пригрозил Кипру ударами в случае, если Никосия предоставит военные базы для Израиля. Мы предупреждаем правительство Кипра, что если оно позволит Израилю использовать авиабазы на острове для нападений на Ливан, то Кипр станет соучастником военных действий. Начальник Генштаба армии обороны Израиля Герциха Леви отреагировал на эти высказывания сообщением, что вооруженные силы страны готовятся противостоять таким вызовам. У нас есть более мощный потенциал, о котором, как я думаю, противник знает мало и с которым он встретится, когда придет правильное время. В ответ на угрозу шиитской организации глава МИД Израиля Исраиль Кац обратился через соцсеть ИКС Западу с призывом. Необходимо остановить Иран. Пока не слишком поздно. Хизбалла угрожает атаковать Кипр. Иранские ракеты и экстремистский исламский терроризм угрожают европейским странам и всему свободному миру. Никасия важный партнер Израиля. В этом году Кипр разместил у себя транзитный пункт, присоединившийся к проекту морского гуманитарного коридора к побережью сектора Газа. При этом власти республики всегда подчеркивали, что не участвуют в конфликте. Президент Кипра Никас Христадюлидис после заявления лидера шиитской группировки сообщил. Претензии лидера Хизбаллы не отображают реальность. Никасия выступает на стороне тех, кто оказывает гуманитарную помощь палестинцам. Как пишет New York Times, в случае полномасштабной войны ливанская организация может оказаться для Тель-Авива более серьезным противником, чем палестинское движение Хамас. Как сообщает Ассоше этот пресс, прийти на помощь шиитскому движению готовы тысячи бойцов из группировок, которые поддерживает Иран. Коллективным самоубийством назвал планируемую атаку на Хизбаллу генерал израильских оборонных сил в отставке Исхак Брик. В колонке для газеты «Маа Ариф» генерал-майор Брик высказал мнение, что инициатива нападения на Хизбаллу является крайне опасной для Израиля. Оставной генерал отметил, что в последние месяцы на севере Израиля наблюдаются разрушения, аналогичные тем, что можно видеть в Газе. Поселения Галилея пустеют, тысячи гектаров земли выгорели. Система «Железный купол» не справляется с дронами, ракетами и снарядами. Мы не готовы к десяткам ракет в день, не говоря уже о тысячах, которые мы можем увидеть в следующей войне. Генерал отметил общую слабую подготовку к войне на несколько фронтов. Когда у нас нет сил для действий в одном регионе, как мы справимся с шестью? Как мы будем отражать тысячи ракет? Армии необходимо взять перерыв для реорганизации, чего мы не делали уже 20 лет. Те, кто сегодня ведут войну, утратили контроль. Они действуют бездумно, вместо того, чтобы строить армию. Сейчас они покупают самолеты на 18 миллиардов долларов, которые прибудут только через 5 лет и будут уже неактуальны. Сегодня Цахал не только не сможет нанести удар, но и может рухнуть. Если мы начнем войну в Ливане сегодня, мы вызовем региональный конфликт. Это означает, что жители севера в любом случае не смогут вернуться домой. Нам нужно подготовить армию к этой войне. Также он высказался за временное прекращение огня в Гаде. Мы теряем слишком много людей, пока противник восстанавливается под землей и возвращает своих бойцов. Мы разрушаем города, и мир видит это, что работает против нас. В туннелях Газы боевики полностью контролируют ситуацию. Мы должны остановить бои на год или два и вернуть заложников. Если мы остановимся там, Хизбалла тоже остановится, и тогда мы сможем подготовить еще 4 дивизии. США останутся верны союзническим отношениям с Израилем в случае начала войны в Ливане. По сообщениям СМИ, Америка предоставит военную помощь, но не будет отправлять американских солдат на поле боя, заявил восставленный представитель администрации американского лидера. Администрация президента предложит Израилю необходимую военную помощь, хотя США не будут размещать американские войска на местах при таком развитии событий. Как отметил телеканал CNN, Белый дом опасается способности Хизбаллы преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и систему противоракетной обороны «Железный купол». В связи с этим США необходимо оказать военную поддержку Израилю для укрепления его обороны. В самом Израиле не прекращаются споры об адекватности принимаемых решений. В стране не прекращаются акции протеста, главным требованием которых является немедленное возвращение захваченных палестинским движением Хамас заложников. На этой неделе по всей стране прокатились демонстрации под лозунгом о возвращении израильтян и против действий правительства. В частности, в Тель-Авию прошли марши протеста и перекрытия дорог, а также демонстрации перед домами депутатов Ликуда. Также организаторы протестов не оставляют попыток протестовать перед частными домами премьер-министров в Иерусалиме и Кесарии. Шестеро несовершеннолетних евреев подверглись к нападению в пригороде Парижа, сообщает французская газета «Фигаро». На фоне растущей обеспокоенности по поводу антисемитизма в стране. По данным издания, трое нападавших подвергли еврейских детей антисемитским оскорблениям и несколько раз ударили одного из них. Еврейские подростки были вынуждены спасаться бегством, после чего подали заявление в полицию. Проводится расследование инцидента. Жофри Бутлар, мэр 17-го округа Парижа, осудил нападение в соцсети Икс. «Я осуждаю физическое нападение антисемитского характера, жертвами которого вчера вечером стали несколько несовершеннолетних». Отметим, что Франция пытается бороться с резким ростом антисемитизма, начиная со дня после нападения Хамас на Израиль осенью прошлого года. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон осудил бич антисемитизма после того, как власти предъявили двум 13-летним подросткам обвинение в надругательстве на 12-летней еврейской девочке в парижском пригороде Курбевуа. Как отметила министра образования республики Николь Белубе, педагоги будут проводить беседы с учениками для предотвращения подобных преступлений. По совпадению, французские власти подвели итог всплеска антисемитизма за последние 9 месяцев. 7 октября прошлого года мы ведем отдельный учет актов проявления антисемитизма. За этот период было зафиксировано 650 таких инцидентов. Напомним, что не так давно Францию захлестнула волна студенческих беспорядков с осуждением Израиля за военную операцию в секторе Газа. В ходе беспорядков властям приходилось с помощью полиции разгонять палаточные лагеря и освобождать университеты от протестующих. Получила свое продолжение историю всплеска антисемитизма в Колумбийском университете США. Трех деканов высшего учебного заведения отправили в отпуск из-за подозрения в антисемитских дискуссиях. Фотографии с перепиской преподавателей университета, в которой обнаружили оскорбляющие евреев сообщения, были растережены СМИ ранее. Как следует из публикации, сотрудники университета, не стесняясь выражения, обсуждали собрание, посвященное антисемитизму и проблемам еврейских студентов. В учебном заведении не назвали фамилии отправленных в отпуск преподавателя. Однако журналистам стало известно, что в антисемитских дискуссиях участвовали заместитель декана и главный административный директор, студенческий декан и замдекана по поддержке студентов и их семей. Расследование в отношении сотрудников университета продолжается, заявили в университете. Мы стремимся противостоять антисемитизму, дискриминации и ненависти и предпринимаем конкретные действия, чтобы гарантировать, что наше сообщество является сообществом уважения. Напомним, что весной на фоне одобрения поставки помощи Израиля в университетах США прошли студенческие демонстрации. Ряд протестов прошли мирно, некоторые сопровождались столкновениями протестующих друг с другом и полицией. Пропалестинские активисты установили у кампуса Колумбийского университета палаточный лагерь, а после захватили здание вуза. Сотни протестующих в поддержку палестинных студентов задержали. Аналогичные акции протеста против войны в секторе Газа прокатились по всем вузам Америки. Всего в стране арестовали более 1 тысячи участников университетов. Руководство Колумбийского университета пригрозило исключить участников пропалестинских манифестаций. Израиль выразил соболезнование российскому народу и семьям жертв теракта в Дагестане. Соболезнование выразил официальный представитель МИД страны Орин Мормонштейн. Террор необходимо осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Вооруженные боевики совершили нападение в двух городах Дагестана. В Дербенте террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, где шла слуга в честь праздника Святой Троицы и находилось около 40 прихожан. В ходе атаки был убит настоятель храма протерией Николай Котельников. После этого террористы атаковали местную синагогу. В результате возникшего пожара здание синагоги выгорело полностью. В огне безвозвратно утрачены свитки Торы. Одновременно в Махачкале террористы обстреляли полицейский патруль, после чего бои с бандитами продолжались по разным кварталам города. Общее число жертв нападения составило 21 человек. Соболезнование семьям погибшим выразил президент Международного благотворительного фонда горских евреев Стмэгги Герман Захарьяев. Немыслимо и горько, что атаки террористов произошли в Дагестане, где на протяжении многих веков разные народы дружно жили бок о бок, сохраняя взаимное уважение к традициям, вере и культуре. Я уверен, общими усилиями мы восстановим синагоги в Дербенте и Махачкале в кратчайшие сроки. Но нельзя допустить повторения произошедшего. Сейчас для всех нас самое главное – это сплочение общества для противодействия общей угрозе терроризма и для сохранения мира и добра соседства. Благодаря мужественным действиям сотрудников правоохранительных органов, контртеррористическая операция была завершена в оперативные сроки. Главный удар приняли на себя представители силовых структур, которые ценой своих жизней противостояли террористам. Их подвиг не будет забыт. Хочу выразить лично от себя, от нашего фонда и как представитель горско-еврейского сообщества глубочайшее соболезнование близким погибшим в результате этих нападений, а также пожелать раненым скорейшего выздоровления. И это все, что мы хотели рассказать вам сегодня в этом выпуске Карпункта. Ставьте лайки и не забудьте подключить оповещения, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на наш канал и делитесь ссылками с друзьями. Оставляйте комментарии, так мы сможем узнать ваше мнение. Всего вам доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова